здравствуйте я валентин хохлов мы продолжаем цикл передач об истории средних веков 5 сезон этого цикла в котором мы говорим о византийской империи и позапрошлый выпуск мы закончили на убийстве в 711 году императора юстиниана второго его сына на этом пресеклась династия ираклия начался период междуцарствия и о нем мы говорим в этот раз и начинаем новую династию и саврийскую но прежде чем перейти к этому выпуску я хочу напомнить что уже почти год продолжается активная фаза вторжения путинской россии украины это война конечно же нарушение международного права агрессия захват попытка захвата соседней страны она началась эта попытка еще 2014 году как вы знаете когда россия захватила крым вторглась в донецку и луганскую области ну там была галотекущая война сейчас острая фаза с многочисленными нарушениями права обычаев войны нарушениями международного права убийствами гражданских ракетными ударами по энергетической инфраструктуре практиками прямо скажем геноцидными так что это вынуждает меня покинуть город перебраться в более безопасные места ну и вот дает возможность продолжить работу над этим циклом если у вас есть желание и возможность поддержать ее то подписывайтесь на мой мою страничку на сайте патрон патрон точка компаса или подчеркивание кей еще кейш логи подписывайтесь на мой канал youtube который можно найти по моему так же становитесь а мэмберами если вы станете мэмбером а второго уровня то вам будет доступны и допримерные видео без рекламы а ну а теперь переходим к собственно этому выпуску и так в семьсот одиннадцатом году к власти в константинополе пришел филиппик вардан он возглавил все время мятеж против юстиниана второго но к слову этого человека звали вардан он армянского происхождения имя филиппик он взял позже его еще теперь и третий сослал ну а юстиниан второй как бы ссылку усугубил и тогда вардан восстал там получил помощь от юстиниана второго все отвернулись ну и в общем то филиппик пришел к власти но оказался правителем неспособным проправил два года он недостаточно преследовал монофизиков чтобы понравиться ортодоксальной церкви он в военных делах ничего не достиг там арабы и болгары тревожили империю набегами со всех сторон а филиппик вардан только опировал наслаждался жизнью и вот во время одного из таких развлечений его свергли и ослепили в семьсот тринадцатом году а власти пришел секретарь этого вот свергнутого императора по имени артемий но тронное имя он принял другое и вошел в историю как анастасий второй а это был человек деятельный и толковый в отличие от своего предшественника он правил тоже не долго но вот два года при власти он многое сделал для того чтобы поднять обороноспособность страны в частности укрепил восстановил стены константинополя подготовил город к длительной осаде накопил большое количество запасов провизии в самом городе это в будущем очень пригодится как раз льву и савру анастасий второй также снарядил значительный флот проводил переговоры с болгарами но потом снарядил флот против арабов и в семьсот пятнадцатом году этот флот отправился на войну но моряки которые были набранные в основном из фемы апсики как бы не очень хотели воевать и рисковать своими жизнями они убили командующего и провозгласили императором своего одного из своих как бы людей из этой фемы апсики бывшего сборщика подати феодосия но вообще-то есть версия что феодосий был сыном императора тиберия третьего которого свернул в свое время юстиниан второй при в своем вторичном вступлении на приходе во власть вот но это только версия тем не менее вот что мы знаем что флота разворачивается где-то острова родос идет обратно в константинополь там вроде бы было даже осада довольно продолжительная но тем не менее все закончилось мирно анастасии сдался феодосий 3 его пощадил ничего там его не ослепил не казнил просто сослал в город салоники где тот стал жить только частное лицо только монах но в принципе об анастасии мы еще поговорим а феодосий 3 столкнулся со значительной оппозиции в лице стратегов двух ключевых фем в малой азии фем анатолик и армениак и вот одним из этих стратегов был как раз лев исавр главный герой нашего сегодняшнего выпуска вообще исавры это племя с которым уже сталкивались в прошлых выпусках племя которая жила в горах тавра это юго-восток малой азии вот примерно граница нынешней турции сирии но ближе к турецкой части тогда как раз в седьмом веке во второй половине арабы же захватывали эту часть и многие исавры покинули свои земли в частности и родители льва тоже они переселились туда ближе к константинополю и в правление юстиниана второго довольно неплохо эта семья устроилась при дворе сам молодой лев получил чин спафария оба во второе правление юстиниана император еще более приблизил либо к себе и в частности в семьсот одиннадцатом году когда вот уже трон под юстинианом вторым шатался когда уже филиппе квардан поднял мятеж то есть тениан отправил льва в колхиду для того чтобы тот ну как бы договорился с грузинскими царями о союзе миссия оказалась успешной но когда лев вернулся в столицу был уже семьсот тринадцатый год уже давно юстиниана свергли и убили и даже уже филиппе квардана свергли и на троне сидел анастасий второй и он принял льва и савра весьма хорошо он пожаловал ему высший придворный ну высший такой гражданский чин патрикия и назначил стратегом ключевой фемы анатолик ну две было ключевых фемы вернее три ну хорошо вот две пограничных анатолик и армения в малайзии они граничили с арабами поэтому они были важными а третий было фема апсики внутренняя но она была напротив константинополя поэтому тоже ее можно отнести ключевым так вот само по себе то что анастасий назначила льва стратегом фемы анатолик было знаком величайшего доверия лев воспользовался ситуации он быстро наладил связи со своим коллегой со стратегом фемы армениак артоваздом это вот такой человек армянского происхождения лев выдал за артовазда свою дочь анну то есть они породнились ну и их ключевой задачей была борьба с арабами чем они в общем-то и занимались но анастасия второго свергли в 715 году и вот два стратега анатолика и армениака это свержение не признали и феодосия третьего не признали императором но они не выступили против него сразу потому что у них был враг арабы во главе халифата когда стоял халиф сулейман войска на направлении малой азии возглавлял брат халифа масломан и вот эти два человека сулейман и масломан начали сложную такую интригу они начали настраивать льва и савара против феодосия третьего там прямо ему писали что типа вот по праву ты должен стать императором давай мы с тобой договоримся давай мы тебя поддержим но видимо их целью было посеять раздор в стане византийцев и разбить их пользуясь междоусобицей но тем не менее есть вероятность что таки тайный договор между львом и савром и халифом сулейманом был заключен там какие-то между ними были сложные взаимоотношения на самом деле потому что там не было такая прям прямолинейная ситуация там арабы подходили но лев пошел на них вместе с артабаздом они укрепили оборону как-то там отбросили этих арабов обезопасили границу и только после этого отправились против феодосия третьего весной 717 года возле некомедии они разбили выставленное против ними войско во главе с сыном феодосия третьего и после этого феодосий сдался патриарх поддержал льва сенат назначил провозгласил его императором под именем льва третьего но почти сразу же масломат двинул свое войско на константинополь поэтому есть вероятность что таки договор с халифом был может быть это войско но должно было либо поддержать но лев когда он сам без их помощи стал императором решил не выполнять свои обязательства и поэтому халиф посчитал что нужно его примерно наказать и поручил вот своему брату осадить константинополь косвенно пользу этой версии говорит то что войско масломы шло вокруг фема на толик и не разорив само вот эту фему но к августу 17 17 года арабы подошли к константинополю и начали осаду столицы более того их флот пришел и отрезал константинополь от моря от линии снабжения византийский флот был запят в бухте золотой рок и вот здесь нужно вспомнить добрым словом правившего ранее императора анастасия второго константинополь оказался очень хорошо подготовлен к осаде в городе было полно продовольствия стены были подновлены анастасий второй заключил союз с ханом тервелем болгарским ханом и болгары пришли на помощь но конечно не сразу и тут сыграл уже свою роль сам новый император лев и сабр он вступил в переговоры с арабами и начал затягивать вот эти переговоры выигрывать время чтобы вот болгары подошли а второе что он сделал он грамотно спланировал операцию флота сделав ставку на техническое ноу-хау византийцев на знаменитый греческий огонь и ему удалось в конце 17 года уничтожить флот арабов который блокировал константинополь и соответственно открыть город для снабжения с одной стороны а с другой стороны флотом же снабжались сами осаждавшие которые стояли за стенами константинополя и их лагере начался голод потому что флот погиб а по суше они снабжаться особо не могли потому что там были болгары которые тревожили их линии коммуникации и снабжения конечно халиф пробовал помогать войску своего брата он весной 1818 года снарядил новый большой флот но лев и савр опять грамотно действуя на море сумел большую часть этого флота с помощью греческого огня уничтожить отправив там небольшие суденышки которые подожгли корабли этого флота много погибло а часть была брошена и досталась византийцам как трофей и в частности припасы которые халиф высылал осаждавшим достались осажденным в лагере осаждавших начался уже вовсю голод плюс там была суровая зима к которой арабы не привыкли плюс еще были болгары которые их тревожили своими набегами ну потеряв весь флот в восточном средиземноморье и поняв что дальше уже снабжения не будет маслома ну как бы понял трезво что компания проиграна и с остатками войска он снял осаду и с остатками войска вернулся в сирию и таким образом в августе 718 года осада константитополя была снята лев и савр мог праздновать грандиозную победу это действительно выдающееся достижение потому что на много лет он избавил византию вот такой страшной арабской угрозы большая часть той армии которая у арабов ну вообще у халифата была в сирии она потерпела поражение была потеряна для халифата и флот на восточном средиземноморье тоже перестал существовать конечно у арабов были еще силы но там значительные силы были скованы на западе как раз когда шло завоевание испании юго-франции и флот там тоже был но эти силы нельзя было перекинуть против византии и поэтому византия получила передышку на на много лет то есть большие большой угрозы не было были там небольшие стычки далее лев 3 столкнулся с двумя выступлениями внутри империи во первых когда вот ситуация с осадой там все высела на волоске то в сицилии местный стратег ну он как бы подумал что константинополь пал или вот-вот падет и он объявил что в сицилии теперь на юге италии будет независимое правление там назначил такого своего ставленника императором но левый сабр отправил павла на сицилию и тот вот этого стратега сергия смог одолеть и привести сицилию довольно быстро к покорности и скорее всего этот вот тот павел который станет экзархом италии впоследствии а второе было более опасно это где-то 719 год в это салониках где нажил свергнутый император анастасий второй который все-таки был влиятельным человеком сохранил много сторонников частности вся знать на салоник выступила на его стороне во главе с архиепископом хан террель тоже не забыл свою старые вот старые договоренности и вот из тассалоник выдвинулась войско анастасия на константинополь соединилась на берегу мраморного моря с силами болгарскими а в самом константинополе тоже было множество сторонников анастасия во главе там с кометом афемы апсики но левый саур своевременно смог узнать об этом заговоре тех кто был в константинополе схватили и казнили далее лев выслал посольство к террелю и там помещал ему богатую дань и в итоге болгары частично убили а частично выдали тех сторонников анастасия которые были в их стане и таким образом восстание было подавлено а лев и савр обезопасил себя и внутри империи следующее большое событие произошло в семьсот двадцать шестом году когда уже прочно сидевший на троне лев и савр издал знаменитый дикт о запрещении похоронения иконам как писал об этом ферафан впоследствии в этом году начал нечестивый царь лев дело о низвержении святых и честных икон ну вы понимаете да это уже позднейший писатель который был иконопочитателем а конечно же иконопочитатели они были жесткими противниками иконоборцев и они всячески очерняли память императоров иконопоческого периода и называли императоров нечестивыми царями конечно этих протестовал папа римский и более второй против этого вмешательства императоров дела веры на что лев и савр ответил ему я император и священник то есть он высказал притязание на верховную власть как светскую так и духовную что касается своей позиции по вопросу иконоборчества то лев обосновывал это тем что почитание икон и вообще таких рукотворных образов противоречит заповеди не сотвори себе кумира он и его сторонники а их было немало видели в почитании материальных объектов таких как там доски камень статуи вот как раз кумиров да то есть по их мнению это вот прям создание буквально создание себе кумира и вот эти вот материальные объекты не могли по их мнению быть воплощением бога потому что бог трансценгентен бог не может воплощаться в материальных объектах и прямо папе император писал что иконы занимают место идола и что поклоняющиеся иконам суть идолослужители но на самом деле лев был еще довольно мягок в отличие от своего сына в деле борьбы с иконами в основном он ограничивался тем чтобы затруднить к ним доступ а не уничтожить то есть он боролся с иконопочитанием с идолопочитанием они с самими этими материальными объектами и в принципе эту позицию разделяли многие в малой азии ну там было уже какое-то влияние арабов и мусульманство которая не признает изображение бога и святых именно в малайзии была база поддержки саввийской династии оттуда выходят такие направления как павликанство а павликане впоследствии это богомилы от них идет такая ну не прямая линия к катарам а позднее ну примерно такие ну не совсем такие но что-то вот из этого восприняли также и гуситы а от них литеране то есть вот протестантизм он в какой-то мере наследует вот этой иконоборческой традиции а что касается противоположной позиции то есть иконопочитания она имела прочную поддержку в европейской части империи и особенно в италии папы начали активно заигрывать с королями лангобарков которые к тому времени перешли из орианства в католицизм и были сторонниками иконопочитания не поддержала иконоборцев венеция это важный город на адриатике для империи он находился под контролем империи но местные жители выступили против иконоборчества и стали избирать себе своего лидера ну то есть там раньше были такие чиновники византийские а тут впервые был избран прям без участия империи местный представитель которому дали титул герцога то есть дукса или по-византийский дожа вот это вот был первый собственно исторический дож орса и пато но орса это собственно имя курсус медведь по глотани да насколько я помню а и пат это греческий титул который был аналогом римского консула то есть вот как бы это прям буквально вот титул что касается недовольства иконоборческая политика в византийских областях италии то римляне изгнали своего начальника гарнизона василия который имел тоже титул дукса то есть герцога но он был подчиненным экзарха италии павлом который резиденция которого была в равенне столице экзархата в 727 году в равенне этот павел был убит и началась такая смута вспухнуло тогда же восстание в греции а надо сказать что греция македония и и лилия в церковном отношении были подчинены папе римскому в то время но 18 апреля 727 года лев третий разбил силы восставших в греции и казнил зачинщиков мятежа а последствием он изъял вот эти территории из подчинения риму и передал их патриарху константинополя но против императора выступил также патриарх константинопольский тогдашний герман он четыре года упорно сопротивлялся иконоборческой политики но в конце концов там не выдержал его вынудили отказаться от сана и уйти в монастырь в 730 году это произошло и император смог провести на патриарший престол своего ставленника анастасия который в том же 730 году подписал коноборческий эдикт в общем то это стал как бы ну то ли второй эдикт то ли это вот тот же эдикт но только уже подписанный и патриархом в 730 году кроме папы григория второго и патриарха германа был еще третий видный сторонник иконопочитания на этот раз на востоке империи был сириец иоанн дамаскин и он написал три трактата против клевещущих на святые иконы наиболее серьезные события происходят в италии к тому времени лангобарды уже стали католиками поэтому папа григорий заключил с ними союз против императора кроме того в риме истрии городах пентаполя было создано местное ополчение и вот оно подчинялось как раз местным властям и оно противостояло лизантийским гарнизонам именно вот это ополчение изгнала из рима вот этого духса василия кроме того лангобарские герцоги на границах своих владений выставили отряды а между вот римом и рвайной там был очень узкий коридор и вот эти вот лангобарские герцоги став на границах ну как бы пригласили что они не дадут армии из рвайной пойти на линию чтобы арестовать папу а после убийства экзарха павла в 727 году в рогану вообще взял король лангобарда лют франт и несколько лет он ее утешил потом византийским отвоевали вообще лют фран был великим королем выдающейся личностью он еще молодым человеком пришел к власти был лично очень честен и благороден из-за этого снискал сильную любовь подданных папа григорий второй пользовался вот этой такой честностью даже наивностью молодого короля и вот он горячностью в делах веры например папа когда он стал опасаться что ли вот франк очень усилился византия ослабела он вступил в переговоры с византии опять и благодаря этому византийцы отвоевали равенну в 729 году тогда лют франт обиделся ну как бы воспринял это как коварство со стороны папы и пошел в поход на рим и как бы рим висел на волоске у папы не было сил сопротивляться лангобардом и тогда григорий отправился в стан лангобардов там начал произнес красноречивую очень такую речь возвал к религиозным чувствам молодого короля тот проникся вот этим религиозным чувством пал на колени сказал папе что он такой верующий человек он не пойдет против папы и все ему простит ну и в итоге рим остался под контролем папы но тому пришлось пойти на подчинение императору а в 731 году григорий второй умер папа был избран сириец григорий третий и тогда уже лев и савр отыгрался он лишил как раз тогда рима власти над епархиями в греции македонии и лирии вообще к востоку адриатики передал эти епархии константинопольскому патриарху и также он отобрал у папы большую часть владений в италии таким образом папа лишился значительной части своих доходов одновременно с этим с семьсот двадцать восьмого года король лют прант активно действовал в тех частях италии которые контролировали лангобарды но ранее королевство было довольно аморфным и большую власть имели герцоги например там с полетов а у короля была власть только там северо-западом страны но поскольку ют прант был королем популярным то постепенно он ослабил независимость герцогов к семьсот тридцать девятому году он вообще занял спалета и там заточил местного герцога также он занял прихватил города пентаполя номинально входившие в равенский экзархат в семьсот сороком году равенский экзархат он разорил и также разорил область компанию но это в районе неаполя и таким образом уже была серьезная заявка на доминирование лангобардов на итальянском полуострове в следующем семьсот сорок первом году умирает император лето савр умирают папа григорий третий новый папа захарий очень сложная ситуация с одной стороны ему пришлось временно подчиниться леут франду дожидать тому римское войско в помощь когда тут пошел на герцога беневента и в итоге он тоже подчинил себе беневента но с другой стороны папа захарий начинает заигрывать с франками с новой силой на которой он хочет опереться в борьбе с лангобардами он дает в частности это тот папа который дает добро петину короткому на свержение династии миробингов и с этого начинается союз между папами и королингами и который в конце концов приведет к тому что королевство лангобардов падет его завоюют франки ну а великий король леут франк до этого конечно не дожил он умер в 744 году на вершине своего могущества почти подчинив себе всю италию но через несколько десятилетий его королевство предприемника падет следует сказать также несколько слов о внутренней политике льва и савра многое из того что он и его сын константин сделали впоследствии оказалось очернено иконопочитателями потому что конечно для их иконоборцы были злейшими врагами нечестивыми царями и конечно же иконопочитатели когда они взяли реванш то они всячески пытались уничтожить все наследие иконоборческого периода не только борьбу с иконами но и другие плоды реформ льва и его сына константина которые на самом деле были людьми довольно разумными энергичными но тут уже идеологическая борьба когда вот они стали врагами иконопочитателей то иконопочитатели там прям огульно все отрицали и огульно все очерняли и история их правления дошла до нас в негативном ключе потому что ее писали как раз иконопочитатели что же делал лев и савру внутри страны уже когда он крепко стоял на ногах но это продолжение административной реформы как раз вот те вещи с фемами эволюция фемного устройства о котором говорили в прошлый раз многое произошло в конце правления льва и савра и при его сыне константине в частности тогда из фемы анатолик была выделена фема фракисион то есть запад фемы анатолик туда пошел но обе эти фемы анатолик и фракисион оказались такими прочными базами поддержки саврийской династии значит своего зятя артоваз да лев перевел из армениаков фему апсики это очень важная фема была как раз из-за близости к столице и и и вот когда комит этой фемы поддержала анастасия то как раз вот тогда и лев передал правление артовазду что касается вот этой фемы дальше уже в правление константина эта фема была разделена в семьсот шестьдесят седьмом году мы будем говорить о причинах в следующий раз но в итоге большая часть была выделена фема в уке лариев весь восток и там потом еще была выделена фема оптиматов ну то есть как бы апсики потерял свое влияние ну и также в середине восьмого века выделяется в отдельную фему острова индейского моря важно века в истории византийского права служит принятие двух законодательных кодексов первый из них называется эклова и вот как видели смысл этого документа и видимо вот в правлении льва издание законов в крапсе учиненное львом и константивом нам мудрыми и благочестивыми царями из институтов дигест и кодекса и новелл великого юстиниана и исправленная в более гуманном смысле но в речь шла о некоторой либерализации законодательства юстиниана упрощение его а также элементы были борьбы с коррупцией но к сожалению деталей мы знаем мало потому что все это наследие иконоборчества периода было отменено когда произошел реванш иконопочитателей какие-то там может быть разумные меры они тоже оказались забыты и было все огурно осуждаемо но вот одну цитату из эклога я приведу как ее приводит успенский предисловие были такие слова всячески желая положить предел в сдаемству на суде мы решили давать жалование из нашего казначейства славнейшему квестеру и секретарям и всем служащим по судебным делам на тот конец чтобы они уже ничего не брали с какого бы то ни было лица у них судимого дабы не исполнилось на нас сказанное пророком продажа на сребре праведного вторым документом был крестьянский кодекс который совершал совершенно новые правовые положения не имевший ничего общего с кодексом юстиниана этот документ скорее можно даже назвать не законом в нашем понимании а сборником правовых обычаев то есть это что-то уже ближе к обычному праву вот успенский считает что значительное влияние на этот документ оказали правовые обычаи новых народов которые поселились на территории империи в первую очередь славян это касалось о чем там шла речь о размежевании земельных наделов распашки свободной земли там порчи чужого имущества и так далее те вещи с которыми крестьяне сталкиваются в своей обычной жизни и вот этот документ он еще важен тем что оказал существенное влияние на древнерусское законодательство и вот из него вырос устав о земских делах ярослава кроме крестьянского при львее сабле был принят также морской кодекс и у него вошли тоже это сборник правовых обычаев но касавшихся перевозок по морям там были обычаи в сфере фрахта сфере перевозок товаров сфере перевозок пассажиров порядок распределения прибыли между владельцем судна и владельцем груза и так далее то есть вот такие нормы коммерческого права как бы мы сейчас сказали и вот эти нормы морского права отраженные в этом документе частично сохранялись международной торговли аж до 15 века вот таким образом мы рассмотрели правление льва и савра и начало иконоборческого периода в истории экзантии будем дальше продолжать говорить о династии которая основал и я также призываю вас подписываться на страничку на сайте patron patron.com.ca.v-l подчеркивание k-h-o-k-h-l-o-e подписывайтесь на мой канал в тюбе в алкоп-кл-оу столбитесь мемберами ну а с вами мы увидимся в следующий раз будем говорить о династии которую основал я и савр до свидания